321 день войны довольно резко обострилась обстановка на севере там хизбалла сотнями запускает ракеты по голландским высотам причем судя по всему террористы сменили тактику и сейчас пытаются больше воздействовать не на военные объекты а бьют прямо по жилым домам чтобы таким образом как бы осложнить жизнь на севере и сделать израиль там более уступчивым но это совершенно не получается синвар требует для себя в рамках переговоров об от по освобождению заложников личных гарантий неприкосновенности что если сделка состоится то он останется в живых и правительство израиля зачем-то собирается отметить годовщину трагических событий 7 октября на этом выделите гигантские бюджеты ну вот по меркам как бы всей этой истории это вызвало в обществе довольно серьезное возмущение потратить 6 миллионов шекелей на то чтобы вот отмечать годовщину войны которая еще продолжается ну собственно об этих событиях и других тоже сейчас поговорим всем привет меня зовут сергей услендер вы на моем канале продолжаем наши сводки вот сейчас я их буду делать в таком антураже какое-то время нахожусь в отпуске как я вам уже говорил не забывайте пожалуйста их поддерживать это несложно лайкайте подписывайтесь комментируйте включайте уведомления можно помочь каналу финансово задонатить на его регулярную успешную устойчивую работу кнопка супер спасибо две платформы бусти и patreon ссылки на них в описании и можно стать спонсором канала на ю тубе все это важно нужно полезно и огромное спасибо всем кто это делает и так израиль нанес в ливане еще несколько таких очень успешных ударов по всей видимости разведка вычислила склады с ракетами с амуницией с боеприпасами хизбаллы в том числе произошла ликвидация в частности там был ликвидирован высокопоставленный офицер фатха это вот палестинское движение которое правит в палестинской автономии но и в ливане тоже присутствует там она активно участвует в боевых действиях против израиля его звали халиль аль магда и вместе с ним были ликвидированы судя по всему один высокопоставленный офицер хизбаллы и двое высокопоставленных офицеров корпуса стражей исламской революции то есть израиль продолжает свою тактику вот таких успешных ликвидаций выбивая командный состав всяких там террористических движений и организаций и в ответ террористы начали наносить удары по израильским городам в том числе на начали сильно обстреливать город кацрин но это такая неофициальная столица голландских высот город по нему прилетела в первом залпе 50 ракет кроме этого обстреливали другие города рожпину в частности потом запускали беспилотники перехваты беспилотников и ракет были достаточно успешными судя по всему против беспилотников начали применять какие-то новые скажем так методы кое-что я знаю но говорить об этом не могу военная цензура этого не разрешает но тем не менее в кацрин прилетела прилетела крепко там были пожары попадания в жилые дома пострадал один человек только раненый был там во время объявили тревогу но в целом хизбалла сейчас переносит как бы огонь на не эвакуированные районы в частности голландские высоты и бьет по жилым домам бьет по жилым районам чтобы вот нанести максимальный ущерб они это объясняют вот местью за ликвидации своих полевых командиров но при этом в израиле говорят что ответ будет жесткий и на каждую вот такой обстрел будет следовать еще более жесткий ответ израиля то есть уровень эскалации постепенно повышается накануне министр обороны израиля галант побывал в секторе газа там сделал несколько заявлений в частности он говорил о том что сейчас израиль рассматривает вот возможность переноса усилий с газы на север почему это стало возможным по мнению министра обороны потому что бригада рафиаха разгромлена как заявил галант ракетный потенциал хамаса очень сильно подорван он не способен вести мощные масштабные интенсивные даже частые обстрелы израиля террористы понесли большие потери и в частности он сказал что в только в районе филадельфийского коридора обнаружено 150 туннелей но есть там посчитать поделить помножить это нам пошло через каждые примерно 95 метров располагался туннель но часть из них по заявлению нашего министра обороны это были траншеи глубокие которые копали по всей видимости экскаваторами вот я еще когда жил в москве там так метро строили на окраинах выкапывали траншею не такие кольца клали получался туннель такой неглубокого залегания вот буквально это они делали все эти туннели которые были обнаружены уничтожены остались там еще какое-то количество опять же по заявлению руководителя оборонного ведомства но там идут их поиски их найдут тоже взорвут и вопрос тут опять таки как они так копали вот эти траншеи отсюда и до обеда через египетскую границу и не израильская разведка этого не видела если видела почему не докладывался докладывал почему на это не реагировали и почему египтяне так внезапно слепли и глохли когда собственно в их сторону террористы экскаваторами копали гигантские траншеи в общем по этому поводу остается много вопросов это все касается вот этого провала 7 октября ну с этим будут разбираться этому собственно в том числе посвящено вот мое видео которое называется офицер разведки кроме этого продолжаются переговоры по сделке но сайт политика в частности сообщает о том что на грани срыва опять находятся эти переговоры потому что все сейчас уперлась в одно условие фактически это филадельфийский коридор вот тот самый то есть до 150 туннелей уничтожили но как только израильская армия оттуда выйдет хама сразу начнет их восстанавливать или начнет копать новые поэтому израиль настаивает что никто кроме израиля кроме израильской армии не может осуществлять контроль над коридором филадельфия если мы это кому-то поручим там египтянам американцам инопланетянам там средстве технического контроля все это чушь собачья все это не сработает только израильской армии и физическое присутствие в коридоре филадельфия но пока вот упираются террористы требуют вывода войск и сейчас американцы давят на израиль с тем чтобы вот уговорить израиль вывести оттуда войска это совершенно бессмысленная история в том смысле что если мы оттуда войска выведем то потом придется их опять туда возвращать так что туда-сюда ходить спрашивается нам нужно находиться там и физически контролировать этот коридор иначе это все будет вот до бесконечности буквально кроме того появились публикации которые говорят о том что синвар главарь террористов он же председатель политбюро требует для себя личных физических гарантий то есть что вот он останется вжив после этой сделки его не тронут это конечно совершенно поразительная история история поразительной наглости вообще цинизма чудовищного абсолютно потому что синвар сейчас это цель номер один вот буквально после дефа и ликвидации ну хане не был целью номер один да но неважно вот синвар это цель номер один это самая приоритетная цель для израильских спецслужб и его требования они конечно вот выходят вообще за рамки разумного даже даже неразумного я бы сказал ну посмотрим опять же загадывать не будем переговоры еще продолжаются есть еще надежда заложники к сожалению погибают я рассказывал в одном из предыдущих видео что вот шестерых тела шестерых нашли но 109 человек по-прежнему числятся в плену и непонятно и числятся в том смысле что непонятно кто из них жив а кто мертв вот это вот самая такая тяжелая история вот у нас тут приключилась тоже такой скандал там на одном из заседаний мама одного из заложников сказала что нужно взять детей всех министров и вот военных руководителей отправить в газу вместо и вместо вместо заложник это ее нельзя в этом упрекать никак это совершенно очевидно я не знаю то есть никому не пожелаю даже врагу своему лютому оказаться на ее месте но как по мне отправлять туда нужно не детей министров а самих министров вот вот это было бы на мой взгляд разумный те кто допустил вообще этот провал а еще лучше все-таки вернуть заложников добить хамас и после этого уже провести государственную комиссию которая бы которая бы разобралась кто виноват кто прав кто какие ошибки допустил сделали бы выводы понять сейчас очень много эмоций вокруг этого и все это тоже в принципе можно понять правительство решила провести вот травмную церемонию памяти 7 октября в то что вот уже год собственно на носу до осталось то в общем гораздо меньше двух месяцев до этой даты как год продолжается война как год произошло нападение хамаса вот организацию этой встречи этого этой церемонии поручили мире рейдов есть у нас такой персонаж в правительстве очень такая одиозная на мой взгляд вообще фигура и ну как бы там достаточно вспомнить его высказывание о том что это правительство делает массу восхитительных вещей вот допустившие 7 октября правительство делает массу восхитительных вещей в том числе несет куда пургу вечно она была кстати пресс-секретарем армии в момент размежевания и говорила что все кто против размежевания они там вообще уроды значит и не непонятно кто и вообще террористы и экстремисты потом за это извинялась короче в общем еще раз говорю персонаж очень специфический но она сейчас помню а не по моему министр транспорта в общем короче говоря ей поручили проведение этой церемонии но вот ничего глупее конечно придумать было нельзя в принципе ничего даже я бы сказал циничнее война еще идет заложники еще в плену не факт что они к 7 октября двадцать четвертого года окажутся дома хотя бы частично они уже там какие-то церемонии проводят государственный и кибуцы пострадавшие от резни там тот же нир а мы и другие которые находятся вот на юге они в один за другим стали отказываться от участия в этой церемонии сказали что мы будем свои церемонии проводить сядем там помянем погибших вспомним был там еще раз назовем имена заложников да вспомним про те кто плену ведь там никто не забывает естественно устраивать из этого куда церемонию государственную какая-то полнейшая глупость вообще еще и на это выделили 6 миллионов шекелей то есть ну почти 2 миллиона долларов выделяют на церемонию при том что дома разрушенные стоят беженцы в гостиницах живут некоторым уже отказывают в оплате гостиниц непочатый край работы и расходов они значит проводят церемонию решили потратить на это 6 миллионов шекелей и еще и поручили все это дело никому иному как мире рейки ну бред какой-то если честно но с этим в общем ничего не поделаешь единственное я считаю достойный ответ на это дело вот в этом фарсе не принимать участие поскольку у них коалиция у них большинство в парламенте они это так или иначе протащит решение но на мой взгляд это какой-то абсолютный вообще бред пустая трата денег и вообще какой-то я не знаю даже не могу подобрать нормальные слова для того чтобы вот это все описать кроме этого в он вот к вопросу опять же о церемониях вон прошел прошла церемония международный день памяти жертв терроризма и терактов чего там только не вспоминали в диапазоне от 11 сентября до там каких-то терактов сомали там везде портреты были там все так у зал оборудовали вот теракты в испании теракты великобритании и ни слова там не было сказано вот подумайте ни слова не было сказано про 7 октября до мега теракт вообще мега чудовищное там трагическое событие торву только что было который еще продолжается ни одного портрета израильских заложников ни одного портрета израильских погибших ни слова про израиль вот буквально ни слова на это израильская делегация в он там сказала что это это даже не цинизм это это хуже чем цинизм это какой-то ну это вот еще раз говорю уже не хватает никаких слов не печатными не печатают для описания того во что эта организация превратилась просто какой-то кошмар вообще трэш и я даже не знаю как это все описать но при этом они напоминают требует значит привить там всех от полями или того в газе для этого прекратить огонь при этом параллельно в судане развивается эпидемия холеры на которую он понятно плевать насрать и вообще совершенно им все равно до этого суда на главное это вот газа там и так далее и тому подобное вот интересно было бы хоть раз проверить вообще доходы чиновников он особенно тех кто касается вот работы с палестинцами бопор и так далее вот и посмотреть на источники вот прям было бы очень любопытно откуда они получают деньги кто финансирует там различных проекты там и так далее ну помните эту историю когда какая-то чиновница из оон франческа альбанезе собственно спец докладчик по палестинскому вопросу сгоняла в австралию воды как выяснилось на деньги фонда который финансирует хамас вот вам пожалуйста пример да нормально так прокатилась австралия там новая зеландия пятизвездочные гостиницы сколько-то там десятков или сотен тысяч долларов стоила ее поездка а заплатили за все это те же фонды которые финансируют террористов но просто поразительная совершенно история и того в сухом остатке мы имеем в газе судя по всему период активных боевых действий завершается на северной границе эскалация продолжается но пока не иран не хизбалла на прямой сильный удар по израильской территории не решились в то же время как израиль наносит такие ограниченные но превентивные удары уничтожая вот такие самые опасные вооружения хизбаллы в военном смысле хизбалла для нас представляет большую угрозу чем иран как это не парадоксально прозвучит и продолжается вся эта история с освобождением заложников но пока вот к сожалению не очень успешно террористы выкручивают руки выдвигают новые требования американская администрация там развесив уже на все эти требования ведется потому что них одна забота на войти в историю надо под конец каденции чуть сделать такое вот что было бы засчитано как достижение да все просрать умудрились там экономику не знаю там афганистан то есть у 5 10 вот сейчас хоть мы закончили войну в газе но вряд ли у них это получится они все время давят на израиль забывая о том что у конфликта есть вторая сторона но вот на нее почему-то давить у них как-то вот пороху не хватает спасибо что смотрите мои видео не забывайте их пожалуйста поддерживать в ближайшее время поговорим обязательно войне в украине там тоже у в с у есть по-прежнему успехи в курской области по-прежнему сложности на донбассе и так далее все это обязательно обсудим еще раз спасибо увидимся в ближайшее время всем пока и